Добрый день, дорогие друзья! Мы очень много фильмов посвятили и занятий нашего домашнего университета теме лечение косоглазия. И здесь очень много разных точек зрения. Как выбрать правильную, правильную линию, правильную технологию, правильную методику? Нужно ли оперировать? Ну, во-первых, если речь идет об операции, то оперировать должен грамотнейший специалист. Это не значит тот специалист, который хорошо оперирует катаракту или глаукому, может хорошо прооперировать косоглазие. Ни в коем случае. Дело в том, что любой хирург, который работает на уровне хрусталика, он на уровне глаза, на уровне хрусталика, но не на уровне мозга. То же самое касается лечение, хирургического лечения глаукомы или лечение, допустим, той же самой макулодистрофии. А вот тот, кто касается лечения косоглазия, должен очень много знать. То, что чаще всего хирурги не знают. Если хирург, который лечит косоглазие, да, он знает, по крайней мере должен знать, что существует связь глаз-мозг. И в лечении косоглазия участвуют мышцы глаза, аккомодационная мышца, наружные мышцы глаза, о которых мы говорили, и обязательно мозг. Мышечная и сенсорная часть. Должен обязательно врач это знать. Если вы попадаете к хирургу, который замечательно оперирует катаракту, но не имеет опыта лечения косоглазия, ни в коем случае к нему не обращайтесь. Взять, допустим, Федоровский центр в Москве. Замечательный центр. Там есть великолепнейшее глазное детское отделение. Великолепное. И там работают хирурги, специалисты, исключительно знающие досконально проблему, глазную проблему детских заболеваний, в частности косоглазия. Я обращаю внимание на это. Поиск грамотных специалистов, это тот же поиск, если вы ищете, какой лучше пункт, допустим, и чем лететь самолетом или поездом, и куда, скрупулеза. Точно так же вы ищете специалистов в лечении косоглазия. Это очень важное замечание. Поэтому поиск специалистов, это на первое место. А вот специалистов классных, к сожалению, не так много. Желаю вам найти хорошего специалиста. Благодарю за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова